Би-Би-Си представляет. Совершенно новые виды паразитов проникают в каждый уголок планеты. Страдают тысячи людей, сотни умирают. Вспышка эпидемии атипичной пневмонии – страшное напоминание о том, как велика опасность микроскопических паразитов. И эта опасность постоянно растет. Болезни, которые считались уничтоженными, появляются вновь, став еще опаснее. Вредоносные возбудители из затерянных африканских джунглей попадают в наши дома. Вирусы и бактерии – вот настоящие убийцы человека. Сможем ли мы дать отбор? Паразиты. Часть третья. Нью-Йорк. Зима 2002 года. Жители города еще не оправились от трагедии 11 сентября. Никто и не предполагал, что вскоре на Америку нападет давно забытый враг. Джон Талл и Люсинда Маркер жили около Санта-Фе – маленького городка в пустыне Нью-Мексико. В ноябре они приехали в Нью-Йорк, чтобы провести отпуск на Манхэттене. Они не знали, что в их крови поселился смертоносный микропаразит, способный стереть с лица земли целые города. Впервые они почувствовали неладное, когда у Джона поднялась высокая температура. С этого дня ему становилось все хуже. У него был сильный жар. Он потел. Джону было больно. Я была убеждена, что это гриб. Милая, я хочу пить. Внезапно мне самой стало очень плохо. Поэтому мы так и решили – это гриб. Ведь у нас были одинаковые симптомы. Значит, это был гриб. Но вскоре оказалось, что это не гриб, а нечто гораздо более страшное. В паху и на подмышках Джона появились странные припухлости. Через несколько часов он так ослаб, что едва мог ходить. Люсинда отвезла его в больницу. Врачи поставили Джону необычный диагноз. Мы записались на прием к врачу. Первым приняли Джона, потому что ему было хуже, чем мне. Вскоре врач сказал, что, вероятно, у Джона чума. Я не поверила, я и подумать не могла, что мы больны чумой. За века от чумы погибли миллионы людей. Последняя эпидемия в Нью-Йорке случилась сто лет назад. А в 2002 году на Джона Талла напал паразит, вызывающий черную смерть. Мне стало так плохо в кабинете врача, что я лег на пол. С этого момента я ничего не помню. 60 дней я пролежал в коме. Сегодня в больнице Бет Израиль врачи столкнулись с заболеванием, которого более 100 лет не было в Нью-Йорке. Семейную пару из Нью-Мексико держат в изоляторе. У них бубонная чума. Жители Нью-Йорка приготовились к худшему. Неужели черная смерть, болезнь, косившая Европу, готова вырваться на улицы Манхэттена? Чуму переносят крысы и живущие на них блохи. За пару дней ей могут заразиться все жители такого густонаселенного города, как Нью-Йорк. Власти подняли тревогу, опасаясь, что чуму могли использовать как оружие массового поражения. Врач сказал, «Все думают, что вы биотеррористы». Я ответил, «Я скромный адвокат из маленького города. Я даже не знаю, как пишется слово «биотеррорист». Биотеррорист. Как же я могу быть им? Думаю, если бы мы приехали в Нью-Йорк до 11 сентября, врачи не поставили бы нам диагноз чума. Как ты, милый? Их немедленно начали лечить от чумы. Люсинди это помогло. Но у Джона болезнь была на такой поздней стадии, что лекарства не действовали. Его организм разрушала бактерия под названием Ерсиния пестис. Попав внутрь, она выделяет химические вещества, которые выводят из строя защитную систему организма. Это позволяет бактерии беспрепятственно размножаться. В итоге, бактерий становится так много, что они разрушают кровеносные сосуды, и к органам не поступает кровь. Здоровые ткани начинают гнить. Начинается гангрена. Врачи не думали, что почки Джона восстановятся. Почки отказали. На его ногах и руках началась гангрена. Врачи спорили о том, справится ли его организм с гангреной или нет. Они не знали, что делать с его ногами. Не торопитесь. Хорошо. Хорошо. Джон находился в глубокой коме, и Люсинде пришлось делать жестокий выбор. Я должна была принять решение позволить врачам ампутировать его ноги. Такое решение принять было очень трудно, но речь шла о жизни и смерти. Хорошо. Вот так. А теперь смотрите вперед. Расслабьтесь. Хорошо. Но как в наши дни, в 21 веке, Джон заразился черной смертью? Ученым нужен был ответ, и они могли найти его в пустыне Нью-Мексико, где жили Джон и Люсинда. Им нужно было поймать крысу, заразившую Джона чумой. Здесь мы искали бактерию бубонной чумы Ерсиния пестис. А это древесная крыса. Мы пытаемся определить численность местной популяции крыс, сколько особей заражены и каков ареал их обитания. Нужно сделать анализ крови тысячи крыс и живущих на них блох, но ученые не должны подвергаться опасности. Мы вычесываем крыс, смотрим, есть ли у них блохи. По анализу крови мы узнаем, когда крыса заразилась чумой, только что или давно. Невероятно, они нашли, что искали. Мы нашли всего одну зараженную крысу. Она жила во дворе мистера Талла. От нее Джон и заразился чумой. Достаточно было всего одного укуса блохи, живущей на зараженной крысе, чтобы паразит поселился в организме Джона. А в пустыне Нью-Мексико обитают сотни зараженных крыс. Джон, сейчас мы посмотрим, сможете ли выходить. Не ворвайтесь. Джон находился в коме, но все эти 60 дней продолжал бороться с болезнью. И, наконец, Люсинда дождалась. Когда он в первый раз открыл глаза, я спросила, «Джон, ты знаешь, кто я?» Он ответил, «Да». Для меня это был незабываемый момент. Я вздохнула с облегчением, врачи сказали, это чудо. Кресло сзади. Хорошо. Смотрите вперед. Я смотрю. Отлично. Хорошо. Я даже не мог поднять правую руку. Левую удавалось немного приподнять. Я не чувствовал ног, своего тела. Я был парализован. хорошо. Сейчас я могу ходить. Правда, еще не очень хорошо получается, но я хожу и могу двигать руками и ногами. Мои мозги в порядке. А через полгода я, возможно, смогу ходить так, как раньше. До того, как заболел чумой. Проведя в больнице 8 месяцев, Джон наконец вернулся домой. Врачам удалось предотвратить вспышку и распространение чумы. Но если позволить насекомым убийцам бесконтрольно распространяться, последствия будут разрушительными. Есть один микропаразит, способный на это. Он передается так легко, что сегодня каждый третий является переносчиком возбудителя туберкулеза. На данный момент около двух миллиардов человек заражены туберкулезом. люди переезжают в города, селятся ближе друг к другу, поэтому у туберкулеза больше возможностей для распространения. Идеальный рассадник для палочки туберкулеза это любое место, где люди находятся в тесном контакте достаточно долго. А если зараженный человек чихнет, палочки туберкулеза могут жить вне организма человека месяцами, и рано или поздно они окажутся в другой жертве, которая передаст палочку дальше. и так далее. Туберкулез распространился по всему миру. От него умирает 3 миллиона человек в год. К концу этого фильма еще 10 тысяч человек заразятся туберкулезом. Житель Лондона Марк Коусон недавно стал жертвой самого коварного паразита в мире. с моим организмом происходило нечто отвратительное и страшное. Одно ОРЗ следовало за другим. То есть, я думал, это просто бронхит. Врачи сделали рентген легких Марка и увидели затемнение. Признак туберкулеза. Туберкулезная палочка это бактерия, которая поселяется в легких человека. Она может находиться в состоянии покоя многие годы, прежде чем нанесет удар. Когда это происходит, она выделяет яд медленного действия. На легких образуются пузыри, выделяется дурно пахнущий гной. Если болезнь не лечить, туберкулезная палочка просто задушит легкие. Марк, как самочувствие? Нормально? Что нового? У легких Марка живет туберкулезная палочка. При кашле в воздух попадают тысячи возбудителей. Хорошо. Поэтому его нужно изолировать. Вам лучше? Да. Марк не единственный больной. По всему миру госпитали заполнены больными туберкулезом. В Америке почти 15 миллионов человек заражены. Каждый год умирают сотни. во многих частях света число больных настолько увеличилось, что это можно считать эпидемией. Чтобы избежать эпидемии больных, подобно Марку изолируют. Победить туберкулезную палочку можно с помощью антибиотиков. Но здесь есть большая проблема. туберкулезная появление 50 лет назад новых чудесных лекарств антибиотиков позволило почти полностью победить туберкулез. Затем начало происходить нечто тревожное. Появились штаммы туберкулезной палочки, на которые лекарства не действовали. Некоторые разновидности палочек обладают устойчивостью ко всем известным лекарствам. Даже самые обычные формы туберкулеза устойчивы по меньшей мере к одному из антибиотиков. Марк прошел двухнедельный курс лечения и ему стало лучше. Наконец ему позволили увидеть сына. Марку повезло, лекарства действуют, он больше не заразен. Не сломай эту штуку. Я не смогу расплатиться. сегодня врачи осмотрели меня и решили, что я могу отправиться домой. Но удастся ли Марку до конца победить туберкулез? В середине курса лечения он проходит решающий тест. Марк, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Это сегодняшний снимок. Да. А этот мы повесим справа. Это снимок от 7 апреля. Я вижу заметные улучшения. Я представляю, как трудно вам было дышать, когда большая часть легких. Врач сравнивает новый рентгеновский снимок легких Марка со старым. Новости хорошие. Затемнение почти исчезло. Скоро Марк полностью поправится. Замечательно. Молодец. Скоро Марк снова сможет вести прежний образ жизни. Но по всему миру эпидемии туберкулеза случаются все чаще, что говорит о невероятной мощи этих микроскопических паразитов. Стрептококк практически безвредная бактерия. Обычно ничего страшнее ангины она не вызывает. но она может мутировать в ненасытного убийцу. С вами шоу Элла Креста. Я расскажу вам, что вы услышите далее в нашей программе. Звоните, задавайте вопросы. Вот уже 15 лет Элл Креста ведет собственное шоу на радио в Детройте. В январе этого года у Элла заболело горло. Горло болело так сильно, что я не мог выйти в эфир. Воспаление миндалин вызвал стрептококк, которым он заразился от своих детей. Но через несколько дней появились странные симптомы. Жена заметила, что моя левая нога отекла. Она потрогала ее. Нога была теплой. Она решила, что это довольно серьезно. больница Сейнт-Джозеф. Мы выяснили, что у Элла очень низкое давление. Он жаловался на сильную боль в ноге. Не знаю, как долго у меня это, но я до сих пор не понимаю, что со мной. Я не подозревал, что болен так сильно, как оказалось. Каждый раз, кашляя, Элл распространял бактерии. Он не знал, что воспаление миндалин было вызвано стрептококком, который затем проник в его ногу через маленький порез. Попав внутрь, стрептококк изменился. Теперь бактерия выделяла мощный яд, который буквально выедал его плоть. Врачам нужно было сделать что-то, чтобы инфекция не распространилась на все тело Элла. Его нога опухла и была как губка. Когда мы попытались удалить кожу, рана совсем не кровоточила, потому что в нее не поступала кровь. Это значит, инфекция прогрессировала. Скоро медики поняли, что есть лишь одно решение. Они спросили меня, вы согласны потерять ногу, чтобы спасти свою жизнь? Я ответил, да. Выбор очевиден. А что мне оставалось сделать? Это была гильотинная ампутация. Мы просто перерезали конечность поперек. Один врач сказал мне, что я был самым тяжелым больным из его пациентов и что я чудом выжил. стриптококк есть везде, но, к счастью для человека, он крайне редко мутирует в пожирающую плоть форму. Именно способность к мутации делает микропаразитов такими опасными. Самые лучшие из всех трансформеров вирусы. И хотя они в тысячу раз мельче бактерий это величайшие паразиты. Проникая в сердце клетки, вирус обманывает нашу собственную ДНК и производит тысячи новых вирусов. Когда они вырываются наружу, клетка, давшая им жизнь, погибает. Вирусы представляют наибольшую опасность для человека. Они могут напасть на любую часть тела. От них у человека почти нет защиты. Смертоносные вирусы скрываются в удаленных частях света. Осваивая новые территории, мы высвобождаем их. Кейт Вилкинсон служил в миротворческих силах ООН в Сьерра-Леоне. В феврале 2003 года на него напал убийца пострашнее любого повстанца. Это началось предыдущим вечером. Жар усиливался днем, а ночью стало еще хуже. У меня началось сильное обезвоживание, все тело болело. Я не мог лежать, стоять, сидеть. Что бы я ни делал, мне было больно. Боль была невероятно сильной, это было ужасно. Кейт, как военный врач, видел, как его коллеги страдали многими болезнями, от малярии до лихорадки Конго. Но одного заболевания он боялся больше остальных. В своем последнем письме он писал «Слава Богу, что я не подхватил вирус Ласса, от него недавно умер еще один человек. Я никогда не думала, что он может заболеть чем-то подобным». Состояние Кейта ухудшалось, его самый страшный кошмар становился реальностью. Все его органы были поражены одним из самых смертоносных микропаразитов на планете – вирусом Ласса. Кейт служил в Западной Африке больше года и собственными глазами видел, что может сделать с человеком этот вирус. Кровь течет из каждого отверстия, из глаз, ушей, носа и рта. Начинается внутреннее кровотечение. Этот вирус просто съедает все внутренние органы, с кровью из человека уходит жизнь. Вирус быстро распространялся по телу Кейта. Врачи начали гонку со временем, чтобы спасти его жизнь. Но в опасности была не только жизнь Кейта. Его организм сжирал вирус, и всего одна капля его крови была смертоносней любого изготовленного человеком яда. Я отвезу вас в палату, хорошо? Сюда. Кейта отвезли в Копецвуд, британскую инфекционную больницу. Здесь вы проведете несколько дней. Я почти умер. Разум затуманился. Я не понимал, насколько все серьезно до тех пор, пока не оказался в этом волшебном пузыре. Кейта поместили в специальную палату, чтобы он не смог контактировать с людьми. Даже жену не пускали к нему. Положение дел на этой стадии казалось очень плохим. Было похоже, что вирус поразил все его органы. Понимаете, он мог умереть от того, что все органы откажет. Я уже перестала надеяться. Думаю, врачи в тот момент тоже потеряли надежду. Я думала, он умрет. Находясь внутри пузыря, Кейт боролся за свою жизнь. Но ежедневные анализы крови показывали, вирус все еще контролирует его тело. Вирус Ласса открыли всего 30 лет назад. Он переносится маленькой крысой, рыскающей по хижинам в Западной Африке. Вирус от крысы непосредственно к человеку передается только при прямом контакте. Обычно он передается через заражение крысиными фекалиями или мочой. В Западной Африке от вируса Ласса погибает более 5000 человек в год. 7 дней жизнь Кейта висела на волоске. Затем произошло нечто экстраординарное. Вопреки всему, защитная система Кейта начала уничтожать паразита. число вирусов начало падать. Мы давали ему антивирусные препараты, но особо важно отметить, что его иммунная система тоже боролась с вирусом. День за днем Кейт побеждал вирус. Через 10 дней он перестал быть заразным, и Кейта перевели в обычную палату. Через три недели анализы показали, что он полностью здоров. Раньше вирус ласса встречался только в Африке. Но сейчас, когда всего за несколько часов можно добраться до удаленной деревни из любой точки нашей планеты, смертоносные вирусы распространяются быстрее, чем когда-либо. В 1999 году из Африки вылетел самолет. На его борту находился вирус, который вскоре поверг в шок самую развитую страну мира. В штате Нью-Йорк орнитолог Кевин МакГауан заметил нечто странное. Высокую смертность популяции ворон по непонятным причинам. Большинство птиц живут долго, так что если находишь одну мертвую ворону, это не страшно. А 12 мертвых птиц на небольшом участке тревожный сигнал. Неизвестная болезнь распространялась поразительно быстро. Мы нашли 67 мертвых птиц в округе Рокко. Всего погибло 523 птицы. из них 73% вороны. Спускайся. Все в порядке? Не совсем. Посмотри. Вороны умирали от странной формы паралича. Они проводили последний день своей жизни на земле или сидели на каких-нибудь ветках. Вы не поверите. они просто падали на землю с деревьев. Затем жители восточного побережья начали обращаться в больницы с теми же симптомами. Паралича. Одной из первых в больницу Вашингтона обратилась Джоанн Буканан. Я была полностью парализована. Не чувствовала своего тела. Руки и ноги отнялись и я могла шевелить только вот этим пальцем. Никто не знал, что это за странная болезнь. Врачи предположили, что сгусток крови попал в мозг и у нее случился удар или это какая-то мозговая инфекция. Они проверяли ее на вирусы и бактерии, которые могли вызвать болезнь. Нужно было быстро выявить причину паралича. То, что они обнаружили, потрясло ученых. Это был микропаразит, известный как западно-нильский вирус. До этого момента западно-нильский вирус никогда находили за пределами Африки, Азии и некоторых частей Европы. Там он в основном поражал птиц. Западно-нильский вирус опасен для человека, потому что переносится комарами. москит. Я помню, что однажды ночью меня очень больно укусил москит. москит. Наверное, это и был африканский комар. Потому что так больно меня еще не кусали. Западно-нильский вирус может сделать то, на что способны немногие микропаразиты. Он может проникнуть в мозг человека и вызвать опухоль. Вирус поселился в мозге Джоан. Ее состояние было критическим. Она впала в кому и лежала неподвижно почти неделю. Жизнь как будто покинула ее. Она дышала с помощью аппарата, а я держал ее за руку. В середине этой недели у нее случился рецидив, и врачи сказали мне, чтобы я начал готовить семью. Я принял это за плохой знак. Этот вирус переносится комарами и распространяется подобно лесному пожару. Смертность возросла. Чтобы попытаться остановить распространение вируса, нужно было пойти на отчаянные меры. Такого раньше не случилось. В Нью-Йорк нужно было опрыскать инсектицидом. Вертолеты опрыскивали пригород, а машины улицы Манхэттена. Пока жители вели войну с комарами, Джоан вела собственную битву против вируса. Я держал ее руку. Было примерно с 7 вечера. Вдруг ее веки задрожали, а потом глаза открылись. Я побежал по коридору и кричал медсестрам, что она вернулась к жизни. Ясно, хорошо. Да, это удивительно. Опыление Нью-Йорка инсектицидами мало повлияло на распространение вируса. Вскоре он проник во все штаты Америки. Было решено убивать комаров, когда они наиболее беспомощны. уничтожение личиночной формы комаров велось с земли, воды и воздуха. Нашей целью было убить их в воде, пока комары находятся в болоте. Мы отправились на болото. Одним из видов, которых мы искали, был комар кулекс саленариус, переносчик западно-нильской лихорадки. Каждое возможное убежище личинок опрыскали пестицидами. Но ничто не помогло. Сегодня, четыре года спустя, после первого случая заражения, почти в каждом штате Америки находят западно-нильский вирус. От него нет лекарства или вакцины. Американские ученые делают все возможное, чтобы сдержать этот вирус. Какое счастье, что для большинства людей он не смертелен. Это молодая особь. Не так давно был открыт еще один внушающий ужас микропаразит. Вирус Эбола. Впервые его обнаружили менее 30 лет назад. Вирус Эбола самовоплощения смерти. От него погибает 90% заразившихся. Этот паразит опустошает поселение подобно урагану. Так почему он еще не стер человека с лица земли? В феврале 2003 года лихорадка Эбола поразила удаленный район Конго в сердце Африки под названием Келле. Всего за несколько дней лихорадка превратила процветающую деревню с населением более тысячи человек в город призраков. Когда об этом узнали работники Всемирной Организации Здравоохранения в эту деревню отправили группу специалистов. У них была двойная цель не только спасти как можно больше жизней но и что также важно остановить распространение лихорадки Эбола. Через несколько часов после приезда врачи увидели первого пациента. Ее сын умер. Мы были уверены что у него была лихорадка Эбола. Она сама обмыла тело сына то есть у нее был тесный контакт с мертвым телом и сейчас у женщины наблюдаются похожие симптомы. Все жидкости тела больного лихорадкой Эбола содержат вирус. Он передается посредством личного контакта. Если дотронуться до зараженного или вдохнуть капельки его слюны содержащие вирус можно погибнуть. Луиза заболела. Через несколько часов после того как она прибыла в больницу ее состояние стало критическим. Сейчас она настолько инфицирована что врачи ничего не могут предпринять. Думаю никто не сможет привыкнуть к подобным ситуациям и тот кто говорит что спокойно входит к больному лжет или не соображает что делает. от лихорадки Эбола нет лекарства врачи могут лишь поддерживать силы Луизы и надеяться что она будет одной из тех счастливчиков чья иммунная система достаточно сильна чтобы победить вирус. Хорошо. Несмотря на все усилия Луиза не смогла победить вирус. На этот раз от лихорадки Эбола погибло более ста человек. Чтобы спастись от вируса люди убегали в джунгли а тех кто заболевал изгоняли из деревни. Обычно в этой деревне на похороны собираются все родные и друзья чтобы отдать умершему дань уважения но из-за лихорадки Эбола люди забыли о вековых обычаях и традициях. Принимаются все возможные меры чтобы уничтожить вирус. Гробы засыпают известью чтобы как можно быстрее уничтожить тела жертв. Одежду врачей принимавших участие в похоронах сначала продезинфицировали а потом сожгли. лихорадка Эбола бушевала еще несколько недель а потом снова спряталась в джунглях. Погибло более половины жителей Каля. К счастью для человека жестокость лихорадки Эбола является ее слабым местом. Она убивает столь быстро что фактически мешает своему распространению ограничиваясь небольшими изолированными всплесками. Больше всего ученые боятся появления нового вируса вируса сочетающего смертоносность лихорадки Эбола и легкость распространения туберкулезной палочки. Он пересечет все континенты и стремительно заразит мир. В феврале 2003 года ученые подумали что это случилось. Атипичная пневмония вызывается паразитом который обладает теми качествами которых мы боимся больше всего. Это новый смертоносный вирус распространяющийся от человека к человеку. В ноябре 2002 года в отдаленной части Китая были зарегистрированы первые случаи заражения атипичной пневмонией. Всего за месяц она добралась до Гонконга. А оттуда распространилась по всему миру. От атипичной пневмонии умирал каждый десятый человек. Ее назвали первой чумой 21 века. Весь мир боялся этого вируса способного уничтожить миллионы человек. Но затем произошло нечто необычное. Мы правильно отреагировали на угрозу атипичной пневмонии. Весь мир объединился для решения этой проблемы. Информация поступала от правительств и лабораторий всех стран мира. Началась битва с болезнью. Гонконг отрезали от всего мира как деревню во время чумы. В Торонто все больницы закрыли на карантин. В аэропортах и на границах у людей измеряли температуру. При малейшем подозрении возможных переносчиков изолировали. На этот раз нас спасли не технологии 21 века, а старый подход. Менее чем через два месяца после пика атипичная пневмония была остановлена. Именно в международном сотрудничестве наша надежда на будущее. На этот раз нам удалось укротить микропаразита. Но для ученых атипичная пневмония всего лишь генеральная репетиция. Вспышка атипичной пневмонии предупреждает нас, что это может повториться. Этот или другой возбудитель снова нападет на человека. И нам нужна уверенность, что мы сможем защититься. Чем больше мы узнаем о паразитах, начиная от самых больших и кончая мельчайшими, тем больше понимаем, что эти таинственные создания достойны нашего уважения. Это не мы, а они управляют планетой. операторы Иоанн Сельведж, Стив Грей и Джозеф Маготси. Продюсер Эн Лейкинг. Продюсеры и режиссеры Джереми Тернер и Мартин Белдерсон. Производство BBC. Фильм озвучен объединением русский дубляж по заказу СТС в 2004 году.